Я танцую как дебил Сегодня в Театре драмы мы у них в гостях Здравствуйте Что это за пьеса? Расскажите вкратце о сюжете, о завязке сюжета Ну там история Есть девушка, в которую влюбляются два человека, отец и сын Только у них разница в возрасте У девушки с отцом разница в 17 лет И у девушки с сыном разница в меньшую сторону, в 6 лет Ну как бы так И на этом строится Там на самом деле любовный многоугольник Там не только это Там еще отец стал звездой инстаграма Потому что он пришел на рэп-концерт, потанцевал там Это сняли на видео И начали... Ну видео стало вирусным То есть отсюда и название? Да Арсений, а такой вопрос к вам А почему выбрали именно эту пьесу? И вы ее выбирали, или вам ее непосредственно дали и сказали Вот, было бы здорово ее поставить Пьесу выбирал я Вместе с руководством театра приняли решение, что нам нужна современная пьеса Современная драматургия Знал Игоря еще до момента работы с этой пьесой Но как с драматургом, ну можно сказать, в первый раз так подробно встретился с ним Потому что я о нем слышал, я видел это что-то там и в социальных сетях, и какую-то информацию Ну периодически, потому что мы друг на друга подписаны Радуюсь его успехом, то шорт-лист, то еще какое-нибудь участие в лаборатории Вот, и я об этой пьесе уже слышал до этого И после этого, когда мы с Игорем пообщались, он мне ее прислал как раз Я подумал, что это то, что может быть интересно сейчас и для зрителя, как бы современного зрителя, для артистов Потому что сейчас в Рязанские театры драмы пришло много молодежи И хотелось им что-то предложить, тоже такое отличное от нашего репертуара немного И мне кажется, что это пока на данный момент то, что я вижу по работе, их тоже трогает Не знаю, насколько то, что мы сейчас делаем, это уже можно называть какой-то удачей Потому что без зрителя никто нам не скажет, удача это или нет Зритель придет, и у него будет на все свое мнение Но, по крайней мере, тот процесс, который сейчас происходит И какая атмосфера сейчас на площадке, мне кажется, это интересно В интернете сказано, что ваша пьеса поможет решить конфликт отцов и детей Или по-новому взглянуть на эту проблему Вот она поможет, и какие вообще конфликты она... Какие идеи, какие конфликты она может разрешить? Я думаю, что взгляд со стороны всегда на какие-то сложности Будь то семейные сложности в отношениях с женщиной И первая любовь сына, допустим, такая в девушку, которая старше Здесь трудно говорить о том, что да, это рецепт от всех взаимоотношений семейных Но тот момент, что здесь взгляд со стороны, который будет для зрителя, в общем-то, возможным Он, я думаю, заставит улыбнуться иногда и подумать Вот нам какие-то конфликты часто кажутся очень важными, сложными А потом мы через какое-то время с вами на них смотрим со стороны И то, что было лет пять назад, кажется, это вообще была не проблема Вот настоящие проблемы у меня сегодня И здесь есть такая, мне кажется, такая линия, что можно посмотреть со стороны На те же проблемы, которые у всех происходят, они узнаваемы И с какой-то излишней застенчивостью, и с влиянием на нас общественного мнения И с тем, что мы из-за разницы поколений даже живем в разных темпах У нас есть три героя разного возраста, допустим В одной семье это дедушка, есть отец, который главный герой, и его сын И у нас трое артистов есть, они даже живут в разном темпо-ритме То есть, ну, все ускоряется, да, и мы видим и речевые рисунки Из-за того, что артисты тоже разных поколений играют И это само по себе, разные как бы манеры даже работать на площадке, на сцене Она уже туда как бы так вплетается и становится понятно, что Может быть, мы и спорим-то только из-за того, что кто-то еще думает А третий уже все решил, да, и не успевает поговорить На одной какой-то скорости человеческой, чтобы быть услышанным Чтобы быть выслушанным И мне кажется, что это все в этой пьесе есть Игорь, а вы закладывали эти идеи? Или есть еще какие-то идеи, которые вы сложили? Может быть, их не видны? Или наоборот, какие-то новые идеи добавились? Ну, то, что я, естественно, не одну идею закладывал, это да А то, что режиссер... Смотрите, какая штука, да? То есть, драматург, когда пишет пьесу, он закладывает несколько векторов Режиссер не может все несколько векторов взять Потому что на это невозможно, да То есть, есть какой-то главный, центральный вектор, да Арсений взял там один, там, да Другой человек взял бы другой Вот То есть, в пьесе есть несколько мыслей, несколько идей Как мне кажется, интересных И, ну, то, что я видел на прогоне, я недавно был на прогоне Это мне очень понравилось А насколько прогон, который вы видели, отличается от вашей пьесы? Мне кажется, не сильно То есть, в чем в плане? В плане текста? Ну, в плане, наверное, общей картинки, общей идеи То есть, вы когда ведь писали, у вас наверняка в голове какие-то сцены прогонялись Как-то вы... Ну, это было два года назад Я, думаете, помню У меня память плохая То есть, это было два года назад Действительно, ну, конечно, это отличалось от того, что я там себе представлял Так и слава богу, что отличалось Потому что текст это одно А театр это совсем другое И это здорово Но мы стараемся аккуратно работать с автором Ну, то есть, у меня нет никаких претензий То есть, если там и есть выморки какие-то по тексту Я же наизусть его не помню А если там и есть какие-то, что-то вырезали в тексте Я не увидел этого Ну, и опять же, это странно, да? Самому выбирать пьесу, драматурга, скажем Когда тебе не навязывают ее, да? Или там не хотят, чтобы ты поставил именно И стараться ее подгонять под что-то другое То есть, это все равно, что там Выбрать себе девушку, да? В жизни И пытаться потом из нее сделать какую-нибудь другую Которую тебе нравится Сделай пластическую операцию Да, и постоянно ее этим еще и подгонять куда-то, да? Ну, вот, поэтому для меня здесь важно, конечно, На момент того, что текст, это авторский текст И с ним все равно, там, такая работа, которая ведется Если даже Игорь говорит о том, что есть несколько там идей Которые там не могут являться все основными в спектакле То это не значит, что они из этого текста выпали Конечно, конечно Мы на них не акцентируемся, может быть, так вот, как на основной какой-то теме На которую все нанизывается, да? Но они есть также в этом тексте, в этом материале И когда зритель придет, я уверен, что у каждого еще свои вещи какие-то зацепит А насколько, ну, это современный спектакль, современная постановка Насколько она отличается от классических, может быть? То есть, если воображаемая четвертая стена между актерами и зрителями И в остальном, насколько разница? Ну, сейчас, наверное, такого же понятия, как прям такая классическая постановка Его редко где встретишь, если это там не какой-нибудь этнографический театр Или исторический театр костюмов, в котором, да, вот надо соблюдать какие-то правила игры свои У нас, в общем-то, все вьесы, так или иначе, они друг от друга в постановках, да, отличаются Тут момент такой, что, да, со зрителем мы встречаемся на сцене нашего театра На большой, но это будет малая форма, зритель будет рядом с нами Это будет немножко другой стиль актерской игры Даже того же мезансценирования нашего, да, как артисты размещаются на площадке Потому что мы привыкли видеть зрителя перед собой, да, так же, как зрители нас перед собой на сцене А здесь есть такой нюанс, то, что как мы с вами общаемся вот на таком расстоянии И сам зритель, он как бы находится по разным сторонам от артиста То есть помимо того, что артисты, ну, как бы, да, не на сцене, нет вот этой, там, четвертой стены Она все равно есть, то есть артисты впрямую в интерактив не выходят Я не очень это люблю в театре, да, потому что все-таки мы наблюдаем за другой какой-то жизнью Вот за жизнью артиста, когда мы туда вплетаемся, это уже для этого есть отдельные вещи Отдельные театры даже, вот, и отдельные приемы А здесь актер находится зажат, как бы, между двумя рядами зрителя, да, ну там То есть вот сцена и зритель Вот, и это тоже является таким для меня интересным способом работы Потому что не задача просто вытащить зрителя на сцену, чтобы он был близко Нет, вот именно тот момент их рассадки, когда я вижу одновременно и артиста И то, как на него реагирует, допустим, да, такой же мой коллега сейчас, как зритель И я периодически даже, когда с молодежью сейчас работаю, я смотрю, как они, на что работает, что не работает То есть ты тут же еще и проверяешься, да, в каким-то вещам И сам зритель тоже, мне кажется, ему интересно наблюдать в этот момент и затем, какую реакцию, да, вызывают те или иные моменты Ну, когда мы друг друга узнаем, в этом есть ирония какая-то, какие-то собственные эмоции И это тоже как часть вот этого всего рабочего пространства То есть сам зритель становится таким участником этого всего Еще один важный вопрос касается как раз-таки названия самой пьесы, которая стала очень так обсуждаемой Потому что «Я танцую как дебил» очень прям необычно звучит А почему выбрали именно это название? Я изначально, когда писал пьесу, у меня было три варианта названия, и это в том числе Но я выбрал другое, изначально она называлась «Я в черном списке» И на одном семинаре драматургическом мне порекомендовали еще подумать над названием Потому что, несмотря на то, что, ну, понятно, «Я в черном списке», что имеется в виду, да То есть в соцсетях мы знаем, что есть черный список Об этом знают и 15-летние, и 20-ти, и 30-ти, и 40-ти, и 50-ти, и 60-ти Но все-таки, когда мы говорим «Я в черном списке», все равно есть акцент на молодежную аудиторию А «Я танцую как дебил» все-таки история, ну, не то, что прям там совсем там молодых нет, нет, есть Но главный герой там все-таки человек, ему 39 лет Порекомендовали мне подумать над этим названием И я вспомнил, что одно из названий, которое было изначально, когда я писал пьесу, это «Я танцую как дебил» И вот мне показалось, что это оптимальный вариант Потому что оно, мне кажется, смешное, точное и глубже, на самом деле, чем «Я в черном списке» Арсений, а не было желания поменять название? Нет, мне название как раз нравится, и вообще какая-то есть в этом такая для меня более глубокая история Чем просто хореографическое произведение, станцованное или вытанцеванное каким-то неадекватным человеком Потому что для меня этот вопрос как раз тоже очень важный в этой пьесе Свободы нашей от социума и несвободы, да, когда мы зачастую все пытаемся быть самостоятельными личностями Но все чаще вплетаемся в обсуждение лайков, сколько нам поставили под нашей фотографией или аватаркой Хороших комментариев и дальше, и дальше, и дальше То есть мы все время дальше себя загоняем в какую-то вот эту социальную жизнь В том числе и там для того, чтобы у кого-то складывалось представление о том, что мы живем лучше, чем это есть на самом деле То есть вся вот эта внутренняя неправда и отсутствие какой-то даже возможности самому самостоятельно принимать решение, что ты хочешь В конце концов, как ты хочешь танцевать Это твое право приходить и танцевать как дебил Твое право общаться с людьми, с которыми ты хочешь общаться и уходить действительно из грустных, скучных спектаклей И уходить от того, о чем мы говорим, да, всегда Почему сейчас эта популярная мысль, да, почему исчезло слово «не хочу» из нашего процесса Почему я должен подбирать все время кучу аргументов для того, чтобы чего-то не делать И это вот об этом тоже А я хочу так, почему тогда не сделать Почему я хочу двигаться так, как мне это нравится, как я чувствую И никто из нас не знает, как в итоге, как правильно прожить эту жизнь, да И поэтому, ну а судьи кто? Кто скажет, что он танцует как дебил, а все остальные как адекватные продолжатели рода Лиепы, да Вот, поэтому здесь это важно очень Насколько сложно было вставить такую пьесу, потому что, ну, она и современная, подразумевает какие-то очень современные течения И плюс, как вы говорите, здесь почти такой интерактив со зрителями Были ли какие-то сложности? Да, сложности, они каждый день появляются, они никуда не денутся В театре они есть всегда, вот, они есть с момента начала работы, да, когда нужно что-то объяснять И, допустим, первая же борьба, она встречается еще, когда ты с художником обсуждаешь то, как это будет на сцене выглядеть, да Там уже есть какие-то, мы же все люди разные, все смотрим своими глазами на творческий процесс Потом следующий момент, после того, как с художником вроде как пришли к какому-то знаменателю, договорились о том, как это может быть на сцене реализовано Следующий экзамен, это, допустим, техсовет, да, когда нужно прийти и другим людям уже объяснить то, что это имеет право на существование Здесь тоже все не проходит гладко никогда, все творческие люди, все, понимаете, когда есть момент какого-то хотя бы спора, когда не все идет гладко, сразу появляется ощущение того, что это не безинтересно для всех То есть каждый включаться начинает Спорящий человек, он же в основном пытается что-то тебе и предложить, если только не спор о том, что это невозможно, и все, до свидания То есть это, конечно, может быть не рождение абсолютной истины, но это, по крайней мере, включение в процесс сотворчества Каждый человек пытается чем-то помочь в нашем театре на данный момент, вот сейчас это есть, это важно И вот мы с Игорем, да, сейчас можем обсуждать момент того, как это могло бы быть или как это будет происходить дальше, чего в нем не хватает Там у нас еще технически не все подключено, есть еще куча работы, я знаю, что это будет сложная работа, потом это все вместе сплетать И технические вещи, и актерскую там свободу и несвободу, и потом, когда последний уже прогон, там появляются костюмы Все это определенный ряд сложностей, да, но когда ты чувствуешь, что это интересно тебе и твоим коллегам и партнерам, мне кажется, что сложности не так сильно тебя ранят А вот когда ты чувствуешь, что ты один в этом поле, да, и говоришь о том, что это нужно, это нужно, а вокруг тебя все делают только то, что пытаются утопить твой спектакль, да, или там твою постановку Это как раз момент того, зачем тогда это нужно, если уже на данном этапе это никому не нужно, да, зачем тогда придет на это зритель, и как бы будет прислышать зритель те вещи, которые важны для тебя, или там важны для того, чтобы их актеры как-то представили на площадке Поэтому здесь, наверное, есть куча сложностей, но кто говорил, что быть легко А как долго вставили спектакль этот? Ну, мы его ставим, мы его ставим Вот, дело в том, что у нас постановочный процесс такой растянут, у нас была долгая подготовительная работа Потом достаточно длительный по нынешним временам застольный период Мы долго сидели за столом, выясняли, кто кому кем приходится, как, почему те или иные слова сказаны, да, где какие даже такие микро, какие-то нюансы актерские Пытались их друг для друга объяснить и выстроить, потом длительный процесс сейчас вот первых каких-то выходов на ноги Когда мы можем там уже по прямой, когда уже освоим текст, когда начинается уже взаимодействие непосредственно артисты на площадке друг с другом И дальше у нас еще там техника подключается, и до октября месяца еще есть время, но мы уже чувствуем, что сроки нас поджимают А когда премьера? 13 октября пока намечено, если ничего не изменится в расписании театра, ну не должно вроде, то мы надеемся на 13 октября Потому что 15-го у меня день рождения уже будет не до месяца Арсений, Игорь, спасибо большое, что стали нашими гостями, ответили на интересующие нас вопросы А на этом мы с вами прощаемся, хорошего вам дня и до встречи в эфире